Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас есть своя история. Наша история – это Бхагават Пурана, Шеремат Бхагавата. Это история Вселенной, связанная с Богом, Его преданными и преданным служением. Но все же, если мы попробуем проследить историю современного человека, то сможем обрести определенное понимание, некую относительную истину. В чем она заключается? Изучая историю, мы можем понять, что все в этом мире подвержено уничтожению. Если мы сможем осознать это, то мы станем величайшими историками. Образованные люди интересуются историей мира, но им неведом тот факт, что все, что они изучают, исчезнет с течением времени. Бхагавата называл это восьмым чудом света. Существует семь чудес света. Висячие сады Вавилона, пирамиды Египта и так далее. Но Бхагавата говорит о восьмом чуде света. Что же это? Это то, о чем сказал Махараджа Юдхиштхира. Каждый день сотни и миллионы живых существ отправляются в царство смерти. Но несмотря на это, те, которые остаются здесь, действуют так, как будто они смогут оставаться здесь вечно. Что может быть удивительнее этого? В стихе, который мы читали сегодня, говорится, что Кришна в своей форме времени является верховным управляющим. Кришна говорит в Бхагават-гите. Я неисчерпаемое время. Он также утверждает. Я есть время, разрушающие миры. В форме времени Кришна подчиняет своей воле каждое живое существо. В материальном мире никто не хочет подчиняться воле Бога. Однако всем приходится подчиняться времени, которое является одной из форм Всевышнего. В Бхагават-гите в одном из комментариев Шрила Бравхупады говорит. Каждый хочет служить себе. И никто не хочет служить Богу, Кришне. Никто не хочет склониться перед Ним. Но Кришна в форме времени и смерти заставляет каждого отбросить свою гордость. Если у вас достаточно смирения, то вы можете склониться перед кем-то. Сейчас многие говорят, я не собираюсь никому кланиться, а тем более Богу. Но истинное смирение выражается в том, что осознав всю незначительность своего положения, вы действительно склоняетесь, тем самым обретая покровительство этой личности. Понимая это, мы склоняемся перед Кришной. Он дважды просит об этом, обращаясь к нам в Бхагават-гите. В 34 стихе 9 главы Кришна говорит. И в 18 главе почти повторяется тот же стих, где Кришна говорит. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, служи мне и склоняйся передо мной. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг». Кришна – это Господь нашей жизни, Радха Габината. И увидев преданного Вайшнава, мы тотчас же вспоминаем Кришну. Гораздо легче помнить о Кришне, если вы видите кого-то, одетым в тхоти, чем если бы он был одет в шорты. Когда мы видим Прабу, одетого в красивую курту, тхоти, чидар, лоб которого украшен тилакой, когда мы видим Матаджи, одетую в нарядные сари, с волосами расчесанными на пробор и связанными сзади, и как это делают в Индии, то все это сразу напоминает нам о Кришне. Поэтому мы любим склоняться перед преданными Вайшнахами. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Саната Нагасвами встретился с Господом Шричей Тани, и Махапрабу, он склонился перед ним в Дандаваде. Дандавад значит то, что вы падаете подобно палке. Если мы видим продвинутого преданного, духовного учителя, и особенно если мы видим Господа в форме Божества, мы сразу же предлагаем им свои Дандавады. Но даже те, кто не является преданными Господа, тоже должны склоняться перед ним в Дандаваде. В образе времени и смерти Господь заставляет их падать в ниц и дамы. Тогда они вынуждены оставить свою гордость и падают подобно тряпичной кукле. Мы предлагаем Дандавады лицом вниз, а ниже, когда их хоронят, предлагают свои Дандавады лицом вверх. Но все равно это Дандавады. Каждый должен подчиняться Богу, и мы хотим подчиняться Ему с любовью. Таким образом, у вас два выбора. У вас вечные слуги Кришны. Вы всегда слуга Бога. Некоторые знают это, некоторые нет, но все все равно служат Кришне. Мы хотим служить Кришне в Его форме Радха Габинатхи, потому что такие взаимоотношения с Ним куда более сладостны. Мы поем и танцуем перед Господом, мы вкушаем Его Махапрасат, общаемся с Его преданными, живем в Его храме. Безгранично то благо, которое мы получаем, служа Кришне, в Его форме Радха Габинатхи. Всем приходится кланяться. Так давайте же склонимся перед Кришной и почувствуем всю радость того, как Он отвечает нам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok